И снова здорово! Я Олег Алабудин. Сейчас мы проходим мануальный массаж специальный, который подготавливает человека к глубоким потом воздействиям, когда мы будем заниматься правками и конкретно манотерапией. Но сейчас мы уже растерли, провибрировали человека, растрясли его поперечные, любим поперечные сочинения, и переходим к более глубокой работе, вот когда мы пальчиком показали подсознание, что будем дальше глубже работать, к кулачковым техникам, сет номер 4. Для этого нам удобнее человека положить, чтобы рука была вот здесь, чтобы мы не задевали локоток и голову чуть в мою сторону, потому что, чтобы раскрылась шея. Значит, вот дошли до сюда, где закончили, у нас в принципе такой, там и продолжаем. Сразу руки превращаются в лапу леопарда, кошечка подгибает коготки, подбирает, чтобы было безболезненно. Разминаем методом шестеренок, вот она хорошо, видите, мышцы захватываются по одному. Раз, два, три, четыре. Зажимаем ткани тела между шестеренками, и вот так вот раскручиваем их, как будто бы тряпку зажало и заживало между шестеренками. Вот сразу согревается, да? Да, хорошо, заживало. Заживало. Да, и сразу видно, да, гиперемия пошла, это признак хорошей работы. С лопаткой мы будем конкретно работать, у нас вообще отдельно сет будет, да, поэтому потихонечку переходим к разминанию всего тела. Сначала мы подбираем лопатку, вот раз, два, три, в трех местах вместе с плечом. Подняли, 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 и бросили. То есть плечо должно легко подниматься. Это нам показатель того, что человек расслаблен, и что у него не перетянуты передние мышцы, то есть он не вдавливает плечо в стол. У некоторых прям вообще его оторвать невозможно, да? Если мы видим, что это он сам зажимается, да, то просто предупреждаем. Расслабь, расслабь плечо, да? Лопаточку расслабь, вот у нас должно свободно подниматься и плюхаться. Далее берем снизу и вверх, захватили и вот так вот ее прокачали, протрясли. Вот такая вибрация. Это вибрация мелкодробная, а теперь вибрация вот такая, как будто перекидываем из руки в руку. И она как бы плюхается вот так на стол. Упадка. Раз, мы ее не держим. Вопрос в том, что некоторые начинают пальцами, да? Пальцами болезненно, тем более для лимфоузлы это будет болезненно. Вот такой плоскостью, видите, сферическая получается. Нам мягче. То есть лапа леопарда, она дает нам мягкий захват. Потрясли и пошли дальше уходить двойным кольцевым захватом по боковой поверхности. То есть в классике как мы делаем? Ну, может быть, подойти, чтобы видно было руки, да? В классике вот двойной кольцевой захват идет. Но для нас, для мануальной техники, он слабоват. Мы усиливаем тем, что лапа леопарда его делаем. Вот, щипки такие достаточно гольф, да, жестче. И глубже. Вот проходим до ягодиц. По вот этой поверхности. Теперь проходим по пароверсобральным мышцам. То есть теперь, как правило, мы идем от общего к частному. Всю спину согреваем, да? Можно вот такой прием с подкруткой сделать. Захватили, прокрутили, захватили, прокрутили кожу. Так хаотично всю, да? И теперь растирание у нас уже не ладонью, как мы до этого делали, да? А растирание такие более глубокие. Сначала техника метелка. Берем за руку и вот такая вот расслабленная рука болтается. Получается, тут инская холодная сторона, а тут теплая янская сторона. Холодно-горячо, холодно-горячо. Чувствуешь? Контрастный душ. Контрастный душ, да. Не меняя позы, сразу переходим в лапу леопарда и растираем снизу-вверх. Вот пошло какое покраснение. Заметно, да? И опять от подвздошной косточки берем кулак теперь и прямо костяшками кулака вот этими. Растрясаем пароверсобральные мышцы с утяжелением. Если человек терпит, то нормально. Можно пожестче, да? Если пришел впервые или там больно ему, да, то можно смягчить вот такой плоскостью, да? Вот этой плоскостью будет гораздо мягче. Доходим до верхней трапеции. Захватываем ее и тянем вверх. Мы каждый раз в нашем массаже будем возвращаться в трапеции и каждый раз там тянуть ее вверх. Тянем вверх и уходим вниз. Начинаем. Техника называется кулаками. Впиваемся между ассистами и пароверсобральные мышцы с тем, чтобы оторвать эту мышцу от костей. Оттуда вот отделить. Вот прям костяшками вот этими впиваемся. Первая рука пошла, отделяет, за ней вторая догоняет. Та, которая ближе к голове, она как бы лидирующая рука, да? Первая начинает. Эта техника называется открыть ключи шлюзов. Вот мы их открыли. Большой палец, в принципе, нам тут не нужно, только кулаки. Видите, прям отделяется мышца, видите? Далее открываем сам шлюз и спускаем в воду. Открываем сам шлюз, спускаем в воду. Открываем шлюз, вторая рука, видите, спускаем в воду. Это в классике есть такие техники, вот у чешки, когда мы делаем, да? И когда вот рисуем тельняшку. Тут мы, поскольку работаем с половинкой, да? То только по половинке рисуем такую тельняшку. Тут мы спускаем в воду. Для чего? Лимфу вводим, лимфу вот туда, вперед нашего тела. Возвращаемся обратно. Вот так пились, да? Астисными отростками. И возвращаемся вот сюда, где ППС, сустав пояснично-подвздошный, да? Вот где ямочка, это кость. От кости сюда заходим, буквально 3 сантиметра этот суставчик, вот прям туда. Прям туда вот костяшками, вот туда поглубже отодвигаем. Каз немножко назад. Растерли крестец. И отдельно по крестцу у нас получается. Мы пальцем вставляем вот сюда. ППС. Дальше идет сустав КПС. Крестцово-подвздошный, вот так по буквы В они идут, да? И остистые отростки на самом крестце. Вот между ними так обходим. Восьмерками такими. И начинаем прожимать точки. Первая точка, где заканчивается крестец, там будет такая ямочка. Квадратная даже, вы так почувствуете. Вот ее прожимаем вниз вертикально. Прожатие все идут из шиатсу. То есть это акупунктурные точки, да? Значит туда надо винтиться, по идее, и вывинтиться. Либо не получается винтиться, это хотя бы дрожите. Так, продрожали, да? Поставили. Продрожали. Вторая точка, сам копчик. Продрожали. И дальше выходит у нас крестец, это пять строжек позанков. Значит будет, сколько между ними отверстий? Четыре. Они буквально по сантиметру. Вот как пальцы расположены, да? Мы обходим и продавливаем выходы нерва. Сейчас вот прям нужно нащупать. Раз. Два. Там ямочки такие будут. Три. Четыре. Вот чтобы вам было понятно, посмотрите сюда. Видите, вот крестец. Буква Ви, да? Вот вот эта вот ямочка квадратная, видите? Тут выход нервов конского хвоста. Тут продавили. Копчик продавили. Это, кстати, бывает болезненно, но эти точки, они хорошо запускают мочеполовую систему. Потенцию, кстати, увеличивают у мужчин. Потом вот эти нервные окончания продавили. Раз, два, три, четыре. И выходим опять к КПС. Вот ППС суставу, да? Вот сюда. Вернулись. Видите, у нас движение одно продолжается в другое. Вот потом мы возвращаемся. Вернулись вот сюда. Разминаем вот это место над косточкой. И гребень у нас идет теперь по диагонали, да? Соответственно, к нему мышцы крепятся отсюда и отсюда. Разминаем отдельно место крепления с этой стороны. Можно пальцами, можно кулаком, можно лапа леопарда. Тут, в общем, как человек терпит, да? Раз, линия прохода, два по самому гребню и три выше гребня. Вот растерли, и у нас лапа леопарда превращается в куриную лапку. В чем отличие? Лапа леопарда мы просто терем, да? Куриная лапка, это все пальцы вместе, и они потом расходятся на расширение. Вот видите, расширение в разные стороны. Ставим на вот этот ППС-сустав, одну руку, да? От крестца, получается, мышцы отделяем, вот в разные стороны. Вторую руку ставим сюда же, но отделяем от гребня. Вот мои ягодицы, видите? Все. Отделяем. Коротко такое движение, на самом деле. Дальше его углиняем до конца хода мышц. Они крепятся к бедру, на самом деле не там, где вертил, а вот ниже. На ладонь, примерно ниже, вот до сюда. По идее, они крепятся вот туда, идем. Вытягиваем их в длину. Так же вот можно в двойной кольцевой захватах размять, да? Большими пальцами. Хаотично их разминаем. Сжали мышцу, растянули. Кулачками прям сжали, по спирали растянули. Меняем позы. То есть всю мышцу, как тесто, как повар, месить тесто, да? Вот кондитер, месить тесто, растянули. Растянули во все стороны, размяли кулаками прямо, да? И в этот момент мы уже встали не в эту позу, а вот сюда перешли, да? Корпусом перешли. Будем этой рукой упираться в кость, в тазовую кость. То есть не в мясо упираемся, да? А именно в кость, тазовую либо бедренную. Ну давайте вот в тазовую. Здесь отвертило. Растут мышцы, соответственно, вот так вот, веерно, да? Вверх. И мы по ходу этих мышц прорабатываем место крепления здесь, серединку и место крепления здесь. Все движения идут сверху вниз туда, в паховую зону, чтобы вводить лимфу туда. Вот поставим наверху большой палец и лапа леопарда шестеренкой. Проходим вот три эти линии и место крепления сверху. Теперь то же самое проходим кулаками. Раз. Два. Серединка мышц и место крепления сверху. Три. Упор, видите, этой рукой. И тут я тоже локоть отставил, да, чтобы был упор. Теперь вдоль этих мышц движение кулаком. Вот туда мы их растрясаем. Растрясаем. Переходим на крестец. С ним тоже можно пожестче. Не бойтесь, крестцу никогда не бывает больно. Ну если, конечно, он там не воспаленный, да? Особенно у женщины он достаточно мощный. И вот может прямо хоть всем весом вставать сюда. И вот растрясаем, да? Но как только доходим до базиса нашего, да? Где вот между вот этими ямочками находится крестец или 5С1, да? Дальше идут ассисты отростки. По ассистам отросткам кулаком не ведем. Это больно. Вообще, запомните, костями по костям всегда больно. Если вы костяшку вот тут будете вести. Или вот тут по костям, да? Или по ребрам. Это всегда больно. Поэтому делайте через мягкие ткани. Вот чуть сбоку, да? Вот эти, например. Значит, вот ведем. Я опустился вот сюда кулаком, да? То есть я мягко взял ассисты отростки. Они зажаты либо вот между этой костикой, либо между вот этой. И растрясаю их. Вот так вот на декомпрессию, вытягиваю вперед, вверх. Теперь обоими кулаками так встали. И вот в разные стороны растягиваем. Обратите на мой рост и вес, да? То есть я своим корпусом над этой зоной, по центру, да? Чтобы было усилие. Центр тяжести сверху на нем. Теперь захватили ассисты отростки пальчиками, вот этими кросочками, сверху с утяжелением, и расшатываем их в стороны. Влево-вправо. Вот прям так сильно расшатываем. Видите, я уже вверху иду, а там вот ягодицы до сих пор качаются. Назад уходим так же вот по вот этой линии. Все. Мы закончили кулачковые техники. Дальше будем входить в него, как нож в масло, локтями. Переходим на локтевые техники. Это будет сет number five. Number five. С вами был Олег Аллафгудвин. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно приходите сюда на тренинги, потому что здесь мы все поздравляем на живой натуре. И вы с готовыми навыками пойдете в путь, в работу, в дело. В поле. Готовыми специалистами. В поле, да. До новых встреч, друзья.